Весна идет, весне дорогу, а незаконным рекламным объявлением бой. Сотрудники трамвайно-троллейбусного управления привозят в порядок опоры контактной сети в рамках месячника по благоустройству. Под особым контролем гостевые маршруты и площадки возле зданий, где пройдет Всероссийский фестиваль «Студенческая весна». Во время средника обновляли внешний вид опор рядом с ДК железнодорожников имени Пушкина. Сначала рабочие счищают незаконное объявление, затем наносят серебрянку, в завершение работы антивандальное покрытие. Специалисты отмечают, что в этом году материалов для обновления покрытия заготовили больше, чем в прошлом. Например, для антивандальной обработки 800 литров. Антивандальное покрытие при нанесении на металлическую опору, оно образовывает что-то подобие такой тонкой резиновой пленки, в результате чего объявление либо совсем не наклеивается, либо там наклеивается, но плохо. Мы уже занимаемся обработкой антивандального покрытия, начиная, наверное, года с 2018, чемпионата мира. Когда очищаем потом повторные эти опоры, эти объявления очень легко очищаются. Их можно фактически руками снять. А если опора не обработана, то приходится скребком. Более такая тяжелая работа, более длительная, и люди устают. Поэтому эффект есть. Виталий Честных работает в бригаде, состоящей из трех человек. Говорит, общими усилиями за день удается привести в порядок около 20 опор. Всего в этом виде работ задействовано 18 человек, которые трудятся по всему городу. Процесс четко отлажен. Сначала первый рабочий отмачивает объявления и удаляет их скребком. За ним следует вторую, наносит краску. Третий – антивандальное покрытие, благодаря которому в следующем году привести эти опоры в порядок не составит труда. Ну как, все-таки будем говорить лицо города. Поэтому дело. Работа сейчас одна – благоустройство, чистить опоры, красить, приводить в порядок. Введение МПТТУ более 8 тысяч контактных опор. За сезон с весны до осени обработать антивандальным покрытием удается порядка третий из них. Регулярно его наносят на объекты контактной сети в районе железнодорожного вокзала, по периметру площади Куйбышева и в других локациях. Там, где трафик наиболее интенсивный. Также в этом году обработают часть опор в Куйбышевском районе, где построена новая контактная сеть для троллейбусов номер 6. Работами охватят участки, где проходимость большая, например, Пугачевский тракт. За незаконную расклейку объявлений предусмотрены штрафы, а для их легального размещения в городе есть информационные стенды. Сейчас их 831. Виктория Шара и Максим Гусев. События.